Выборский театр драмы и кукол «Святая крепость» появился в нашем городе в начале 80-х годов. За довольно короткий период «Святая крепость» попала в пятерку лучших театров СССР. С момента открытия и по сей день руководит театральным коллективом заслуженный деятель искусств Российской Федерации Юрий Лобецкий. По его мнению, за последние два года сделан огромный шаг вперед. Театр, я бы сказал, так рванул в прошлом году, потому что мы обычно выпускали 3-4 спектакля в год. В прошлом году мы выпустили 7 премьер. 7 премьер, и у нас были хорошие гастроли, которые закончились в зимнем театре в Сочи, в предолимпийском. Мы играли в декабре свои спектакли. Результатом плодотворной работы всего творческого коллектива стали такие престижные награды, как «Золотой софит» и «Золотая маска». По мнению Юрия Лобецкого, достичь этого удалось благодаря совместной режиссерской работе с Государственным театром наций. В итоге репертуар дополнили сразу три премьеры. «Бесконечный апрель», «В тени виноградника» и «Тестостерон». Все три проекта по достоинству оценили и зрители, и критики. В копилку наград «Святой крепости» добавилась победа на прошлогоднем фестивале театральных проектов, камерных экспериментальных форм, театральный марафон. В дальнейших планах новые постановки, спектакли и, конечно, огромное количество репетиций. Я думаю, что для настоящего актера большая занятость и много спектаклей и востребованность, прежде всего, актера – это самый главный праздник и самый главный отдых, несмотря на усталость. Самая большая благодарность, когда в залах нет свободного места, когда зритель аплодирует в конце, но если уж приносят цветы, то это совсем самое большое счастье. Накануне празднования Международного дня театра работники «Святой крепости» провели театральную неделю, в течение которой горожане смогли посмотреть лучшие постановки из репертуара театра. Для самых маленьких зрителей был организован конкурс детских поделок на тему «Театр глазами детей». Победителей наградили почетными грамотами и билетами на детские спектакли. Ну, у нас ребята очень увлекаются театром, и мы часто посещаем театр «Святая крепость», и вот так будет день театра, да, то наши детки приготовили работы, рисунки, посвященные вот этому прекрасному заведению. «Идея была мамина. Мне мама с папой помогали. Я разукрашивала домики, и мне папа еще помогал. Мне помогала делать бабушка с мамой. Это театр из пластилина. На сцене выступает актриса». Поздравления по случаю профессионального праздника мастера сцены получили не только от благодарных зрителей. Творческие заслуги и достижения труппы Святой крепости были отмечены и администрацией Выборгского района. Мы искренне от всего сердца гордимся тем, что на территории нашего района есть такой замечательный профессиональный театр. Это большая редкость на территории Ленинградской области, и для нас это действительно настоящая гордость. Ваш театр любят и знают зрители, как самые маленькие, так и взрослые. Уважаемый Юрий Евгеньевич, актеры и сотрудники театра, от имени администрации муниципального образования Выборгский район Ленинградской области, от имени всех работников культуры Выборгского района и от имени всех благодарных зрителей Выборгского района позвольте мне поздравить вас с Международным днем театра. Владимир Кочетков, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город».